Мой вопрос. После матча с Люксембургом на всю страну прикремела фраза, что мы опустились на самое дно, с которого подняться будет очень трудно. Согласны ли вы с этим и что по-вашему помешало нашей сборной добиться приемлемого результата? Ну, насчет дна, наверное, не соглашусь, хотя понятно, что результат не самый приятный, результат чуть ли не катастрофический, но такое случается. Вторая часть вопроса. Что помешало нашей сборной добиться приемлемого результата, по вашему мнению? Ну, здесь, скорее всего, исполнительское мастерство. То есть моменты были, моменты мы создали, но реализация не позволила забить, не позволила, естественно, добиться победы. Трофенков пресс-бол, Игорь Николаевич, ну вот после матча с Люксембургом вы пообещали не ударить в грязь лицом в матче со Швецией. Не ударить в грязь лицом. Это что значит для вас на борисовое арене против шведов? Ну, сыграть достойно. То есть Швеция один из фаворитов нашей группы. Естественно, как любой спортсмен, любая команда, мы должны стремиться к победе. Естественно, будем это делать. Ну и сыграть достойно я в том смысле, что оказать, наверное, сопротивление, постараться, ну, наверное, учитывая, опять же, что играем дома, сыграть достаточно агрессивно. Вот. То есть, ну, вот это я имею в виду. Ну, и то же самое, не разочаровать болельщиков, которые, надеюсь, придут на игру. Можно еще? Игорь Николаевич, ну вот сейчас так в тренде спрашивать, читаете ли вы комментарии на форумах после Люксембурга? Ознакомились с ними? Видели, что пишут? Ну, я как бы практически их не читаю, честно скажу. Потому что, ну, у каждого человека свое мнение. Вот. Поэтому каждому не ответишь. Зачем, как говорится, забивать голову себе лишними какими-то моментами? Михаил, ну, почему так у нас все так скливо? Вот какие мысли? Почему что? Почему у нас так все тоскливо? Вот какие мысли на этот счет приходят? И, Игорь Николаевич, заодно вам штанги назвал в ситуации в бургарском футболе сегодня драматичной стагнацией. Вот с этим согласны либо нет? Спасибо. Ну, понятно, что все расстроены результаты предыдущей игры. Но я бы не стал это все так драматизировать. И понятно, что результат не устраивает ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни игроков. Но, как говорится, футбол тем интересен, что так бывает, что если ты считаешься до игры фаворитом, и команда соперника тебя обыгрывает. У нас были свои моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали. Я уверен, что забей мы первыми гол, то игра бы проходила по нашему сценарию. А так пропустили и не забили, не хватило какого-то мастерства, класса, последней передачи. И, как говорится, имеем вот этот вот очень плохой на сегодняшний день результат. Ну, насчет стагнации, это скорее термин экономический. Вот я бы не стал его применять к футболу. Ну, а что касается ситуации, которая сейчас сложилась, ну, вы, если как здравомышленные люди, тоже должны понимать, что постепенно поколение, еще раз говорю, которое воспитывалось еще старой школой, оно сходит. Индивидуально сильных футболистов все меньше. Вот. Поэтому сейчас построение команды идет в основном за счет организации игры. То есть, учитывая, еще раз говорю, что не так много индивидуально сильных футболистов. Вот. А это процесс, поверьте, он не такой быстрый, как хотелось бы. Вот. Поэтому, поэтому вот ситуация, которая сейчас складывается. Можем сыграть одну игру на эмоциях достаточно неплохо, вторая получится чуть хуже. То есть, это, опять же, еще раз говорю, и смотрим игроков, смотрим кандидатов. Вот. Вот. Поэтому здесь, здесь возможно, как говорится, все. Но, поверьте, никто не хочет опускать белорусский футбол куда-то в какую-то яму. То есть, все хотят исправить ситуацию. Вот. Пока складывается она так. То есть, достаточно волнообразно. В послематчевом комментарии Егор Филипенко сказал, что Люксембург играл с большим желанием. Чем можно объяснить этот факт, что белорусская сборная, в которой сейчас нет играющих в топ-чемпионатов мастеров, уступает соперникам еще и в желании? Михаил, является ли расслабляющим каким-то негативным фактором тот факт, что сборная, в принципе, в этой группе уже ничего не светит? То есть, фактически, три матча осталось? Или какое-то самолюбие еще осталось? Нет, не является. Потому что для каждого игрока, который представляет свою страну в играх за сборную, любой матч, будь он товарищеский, официальный, он должен значить. Значит, не просто что-то, а он должен понимать, что он в первую очередь представляет свою страну, и он должен отдавать все силы и с гордостью носить футболку и одевать ее перед матчем. И отдавать отчет себе, партнерам, болельщикам, всем тем людям, которые переживают за команду, что ему сегодня доверили этот шанс, и на него, за него смотрят, за командой смотрят, переживают многие люди. И мы все, как команда, должны делать все ради того, чтобы в этот день добиваться положительного результата и, по крайней мере, оставлять все силы на поле. Игорь Николаевич, еще вопрос. Как команда переживает случившийся конфуз? Не опасаетесь ли вы, что поражение в Люксембурге прибьет эмоционально команду? И не планируете ли в связи с этим максимально освежить состав в завтрашней игре? Ну, естественно, начну с конца вопроса. Состав буду освежать, потому что игра через два на третий, без этого не обойтись. Ну, игру в Люксембурге мы разобрали. Естественно, футболисты получили свою долю критики за эту игру. Но надеюсь, что, как любого спортсмена, по-хорошему это должно завести. Ну, и надеюсь, что не будет прибитая команда, а наоборот, будет в хорошем боевом тонусе. Тот факт, что шведы проиграли в Бургарии, для нас это, наверное, плохо. Шведы сейчас, как бы, перед вами выступал ваш коллега, сказал, что если будет еще одно поражение, будет крайне негативно воспринято дома. Ну, здесь, в этой ситуации, наверное, мы должны меньше думать о шведах, а больше исходить от себя. То есть, еще раз говорю, мы должны быть в полной боевой готовности и в тонусе, чтобы с этим соперником сыграть достойно, сыграть на победу. Игорь Николаевич, из всех вышедших на поле игроков обороны только Михаил Сиваков в Амкаре практикует игру в три центральных защитников на постоянной основе. Да и в сборную вы перешли на эту модель относительно недавно. Скажите, пожалуйста, с чем связан переход к новой для сборной схеме? И довольны ли вы действиями вашей защитной линии в матче с Лексимбургом? Ну, матч с Лексимбургом, в общем-то, ну, таких, каких-то серьезных ошибок не было. Но вот одна позиционная, в общем-то, такая, которая случилась, она и привела к голу. Ну, игра в три центральных защитника, в общем-то, я ее схему давно практиковал еще. Ну, опять же, правильно вы говорите, это три центральных, то есть практически на атаку мы играем семь человек. То есть здесь ее как интерпретировать можно как оборонительную, можно как атакующую. Вот, ну, считаю, что в данном моменте для сборной она наиболее оптимальна, эта схема. Ну, вот два дня прошло после матча с Лексимбургом, за эти два дня. От кого-то слышали слова поддержки, может быть? Ну, звонили, звонили. Ну, имена, фамилии, интересно знать. Звонили, поддерживали. Ну, многие друзья звонили, вот, в том числе и Александр Николаевич позвонил, Хацкевич поддержал в этой ситуации. Поэтому звонили многие люди. Я от себя... Алексей Сучков. Давайте мы сконцентрируемся на предстоящем матче. Да, у нас посвящена игре со Швецией, пресс-конференция. Это у нас немножко, понимая вас, не было в Лексимбурге. Да, у нас как после матча, после Лексимбурга немножко. Давайте вопрос дальше. У меня вопрос по поводу Хацкевича. На прошлой осень ему стояла задача набрать 7 очков на осень. Какая задача поставлена перед вами? Ну, такой жесткой задачи не стоит. Но, еще раз говорю, задача набора очков в каждой игре стоит. Вот, просто, может, нет такого жесткого лимита, как был у Александра Николаевича. Насколько актуальна в сборной проблема тактической гибкости? Вот вы после Лексимбурга сказали, вот, вылезав игрок, пришлось перестроиться и не получилось. То есть, как насчет планов не только АБ, но ЦД и так далее по алфавиту? Ну, здесь, в общем-то, многие играют в клубах в 4 защитника, да, играют в 2 опорных, либо в 1 опорного. И здесь перестроение на другую схему, то есть, больших проблем я не вижу. Да, просто в той ситуации, когда нам забили гол, ну, мы большим, чем нужно количеством пошли в атаку. Вот и все, оставили оголенную зону, практически из которой нам забили. То есть, это, ну, еще раз говорю, в любой игре момент холодной головы, он важен. То есть, здесь не столько сыграло тактическое перестроение на другую схему, вот, сколько, ну, наверное, вот момент концентрации в этой ситуации. А так, большой проблемой я не вижу. Игорь Николаевич и Михаил. В четверг шведы осложнили себе жизнь, неожиданно наступив болгарам. У нашей сборной есть ли шанс на положительный исход встречи со шведами, по вашему мнению? И видите ли вы перед завтрашним матчем, что наша команда рассержена и готова зарубиться со шведами в завтрашнем матче? Так как вы вот после матча с Люксембургом говорили, что нашей команде не хватает злости, скажем так. Спасибо. Ну, еще раз говорю, вчера был разговор, вчера состоялся достаточно серьезный разговор. Вот, и, в общем-то, надеюсь, что ребята приняли его к сведению, да, а то, что они спортсмены, то, что у них есть хорошее спортивное самолюбие, в этом я не сомневаюсь. Вот, и надеюсь, что завтра они это докажут на поле. А шансы всегда есть с любым соперником, да, с кем-то больше, с кем-то меньше, но шансы всегда есть. Ну, лично меня, в принципе, не интересует, как сыграла команда Швеции в свой предыдущий матч. На сегодняшний день меня больше интересует наша команда и наша реакция на поражение в Люксембурге. Сборная Швеции прямо сейчас, вот, понятно, что играли недавно, в марте, вот, пару слов из того, что можно сказать, что она собой сейчас представляет. Хорошая команда, вот, то, что я видел и в первой игре, и то, что сейчас посмотрел их игру с болгарами. Достаточно активно играет в атаку, два ударных форварда высокорослых, вот, с хорошей поддержкой с флангов, с хорошей поддержкой с глубины. Они очень хорошо работают на стандартах, вот, то есть, вот, в общем, наверное, характеристика сборной Швеции.